Кроликом. Привет, девочки. Привет, девочки. Да вон кролик, видишь, сидит. А что горят кнопки здесь? Мы на новую камеру снимаем. Раз, кнопка, два, кнопка. Так и горят, папа же закрыл. Ой, уже убежал. Он сидел, ты подошла, и он узрал. Вон он побежал, побежал. Да, наверное, не видно на видео. Куда мы пошли? Мы пошли в Гудвилл. Наш любимый магазин. Да не то, что наш любимый магазин. Мы пошли, знаете что, не пошопиться, а пошариться. Зыринг. Зыринг. Шопинг же, Зыринг. Сдала Натаха машину свою на химчистку. И Гудвилл, я вам уже говорила, это самое близкое. Ой, 20 минут 8. Да мы еще успеем, да? До 9 жил. Да. Ну вот. И это самый ближайший магазин. И поэтому мы туда потопали. Ну все, пока. Придем, включимся. Ну рассказывай. Сегодня за Алексом ходили, ездили. С дедушкой. Он бежит. Ручки протягивает. Баба! Так приятно. Ну конечно приятно. Кто-то тебе хоть радуется. Да. И что за ним пришли? Мы тут в центре мегаполиса. Там такие огни горят. Пошли, оставили их. Да, мужиков, короче, дома оставили. Сами пошли. Надоели они. Да, они какие-то приставучие. Моему надо, чтобы я возле него сидела. Там что-то он делает. У меня, кстати, компьютер сломался. Он его что-то чинит. Папа устал. Аликсу надо с ним, чтобы играли. Ну мы их всех бросили. Да, сами пошли. Да, прошу жениться. Заходим. Заходим. У нас уже продавщица знает. Ну с чего начнем? Надо начать с какого-то ряда. Не будем же мы прыгать. Такое платье красивое. Я прям не знаю. Может мне взять? Может лучше вот это? Березовое? Нет, вот это мне больше нравится. Ну видишь, секси. Там эти... Мои складки. Моя грудь будет вываливаться. То лучше тебе пойдет. Ну, давай сейчас мы посмотрим. Давай сначала начнем. Ну мы тут что, мы все пройдем, что ли, думаешь? Ну сколько пройдем? Что вы тут? Ой, одеяло. Ой, я туда не хочу лезть. Мне прямо аж противно. Можно хотя бы какие-то футболки более консервативно. Ну давай, тут есть потом... Нет, вот это неинтересно. Это мужские футболки. Фу-фу-фу. Нам надо для девочек. Так, я, кстати, почувствую. Так, это шорты. Что еще? Это пижамы. Ну тут детская одежда. Давай дальше. Женская. Где женская? Женская тут полмагазина. Там чуть-чуть мужского, чуть-чуть детского. Вот women, джинсы. Да, женские джинсы 4,75. Все джинсы 4,75? Да, любые. Вот смотрите, девочки, давайте мне покажем. Любые джинсы. Вот, на любой возраст. Ну, наверное, надо размер. На любую фигуру. Вот. Что это? Ну вот, например, на мой размер. Или... Ой, это даже не мои, девочки. Знаешь, честно сказать, джинсы довольно-таки приличные. Ну, не говори. Вот посмотри сюда, подойди. Смотри. Вот. Карманы как будто новые. Вот, ты посмотри, карманы какие. Видно, что они даже, может быть, раз одеванные. Так это джесси пеневские джинсы. Ну, видишь, пожалуйста. Они, скорее всего, новые, пролежали там раз-два одеванные. Все. 4,75. О, Томми Хильфигер джинсы даже. Ну, вот, видите. С американским флагом тут. Я тоже посмотрела. 4,75 тоже. Хочешь завернутые. А, они и есть завернутые. Они завернутые. Ну, они типа каприли. Как они называются? Обрубленные джинсы. Как ты думаешь? Они, наверное, хорошо поношенные, потому что вот это... Не, ну, сразу видно, Томми Хильфигер, раз уж купил брендовые джинсы, так носи. И представь, вот эти вот джинсы кто-то просто выкинул. Ну да, принесли сюда же. Они же их не продали. Так, это, наверное, этот... ВИГОС. ВИГОС? Нет? Не знаю. Премиум. Варите. Варите какие-то... Нет, тогда не ВИГОС. Знаете, скажу особенность. Вот особенность Южной Дакоты. Любят вот такие джинсы с такими карманами на пятой точке. Я терпеть ненавижу. Тебе нравятся такие? Мне нравятся простые. Ну, смысл... Ну, отдел... Я даже вот такие вот не люблю украшения. Не говори. Мне нравятся вообще прям, чтобы ничего не было. Я любила джинсы Техаса. Они были отстрочены тремя строчками. Это мои самые любимые джинсы были. Вау, смотри. На джинсах. Ну, вот как за такое 475 заплатишь? Да, вот. Ну, вот эти, в принципе, нормальные, смотри, штанишки. Ну, пусть они чуть-чуть... Да, надо сказать... О, это... Девочки, это H&M. H&M. Это очень популярный молодежный бренд. H&M. И видно, что женские, видишь, на пуговичках. Да. И надо сказать, если вам не во что одеться, то тут вполне можно найти себе джинсы. И причем даже не очень плохие совсем. Да. И на любой вкус, смотри. Вот, пожалуйста. Типа джеггинсы или кто они там? Это тоже не вегосы. Нет, вегосы, знаешь, они не... А вот ливаи, по-моему. Вот это ливаи. Представляете, какой это размер? Какой же это размер, мам? Скажи, пожалуйста. Давай, посмотри. Вот посмотри, они что-то очень огромными смотрятся. Ну, вот тут должно быть написано. Сорок-два. А, нет. Сорок-два. Можешь. Подожди, вот-вот-вот. Двадцать четыре уайт. Ну, и может быть. Двадцать четыре уайт, это... Это мой размер двадцать четыре уайт. Короче, не понять. Ну, я так думаю, что они... Или это типа с ноля до двадцати четырех. С шестидесятого какого-то размера. Ну, очень большой, да. Ну, сейчас... Вот это Джейджи Джейси Пеннивские. Вот эти красненькие. Да. Розовенькие. Ну, а что, вполне себе, смотри. Отличные джинсы. Совсем не заношенные. Слушай, а вот это вот рядом стоит. Смотри. Смотри, какие карманы новые. Ну, я же говорю, видно же, что они... Вот смотри, вот эти вот. Смотри, какая резинка. Хорошая. А, тут еще и резинка. Тоже не поношенные. Да, и... Шестнадцатый. Шестнадцатый размер. Смотри, видишь, она какая. А шестнадцатый? Ну, да, видно, что она новая. Ну, новая джинси. Вот это мой размер. О, слушай, может, ты возьмешь? Нет, спасибо. А что нет-то? Ну, не хочу такие джинсы. А, окей. Девочки, хотели бы показать? Смотри, для беременных женщин вот тут вот есть джинсы, штаны. С такой специальной резинкой. Знаете, вот такие, как сказать, для беременных одежду я бы не побрезгала покупать. Потому что она настолько бесполезная, что ее поносил там... Ну, сколько ты ее месяцев носишь? Ну, у тебя вот тоже лежат. Да, абсолютно почти новые джинсы у меня вот лежат. Ну, сколько ты их одела раз? Не, ну, я в них ходила каждый день. Ну, понятно. Поэтому я бы здесь либо... Так, вот, девочки, смотрите, какая туничка для беременных. Ну, надо сказать, почти не поношенная. Так, и что? Сколько она стоит? Посмотри, где она тут? 4,75. 4,2... А... Все по 4,75. Нет, топы 4,25. Это платье 4,75. А штаны 4,75. Ну, и туники, наверное, 4,75. Ну, да. Матерхуд. Вот этот Матерхуд я вот там и покупала. Там очень дорогая одежда. Матерхуд матернити. Ну, она видно, что, конечно, заношенная, но она дорогая. Там, ну, представь, на 3 месяца поносить. Это дорого очень. Я что-то тут отвлекусь. Мне тут кувшинчик понравился. Он хоть грязный, но мне он понравился. Из-за сердечка? Нет, просто он нежный. Он такой, знаешь, винтажный, наверное. Или как это объяснить? Не знаю, ладно. Ой, девчонки, смотрите. Это я уже перескочила. Кто занимается диайвайчиками. Кто-то сделал такой диайвай. Да. Ну, ее же отдали, они же не продали. Ну, я понимаю. А тут продают. Не стесняются. В прошлый раз мне вот это прикольное. Вот она бы хорошо, наверное, смотрелась. Просто она здесь не смотрится. Ну, тут много всего. И все барахло. Поэтому переключаемся с одного на другое. Вот зачем нам для беременных шнурки? А это вот специальная вот такая. Подождите. I love you just the way you are. О, какая хорошая. Мужик, смотри, стоит на весах. И написано, я люблю тебя такой, каким ты есть. И такой задумчивый. Это для того, кто работает, да? Вот, например, в больнице. Медсестры, например. Смотри, новые абсолютно. Да, с этикеткой. О, боже. Мастерок. Ну, вот для них штанишки. И топы. И верхние. Униформа 104 доллара. 4,75. А все в этой? А все в таких чероке ходят. Моя свекровь. Свекровь. Свекровь, она... Как она у нее профессия, скажи мне? Ну, я не знаю, она что. Респираторный терапевт. Респираторный терапевт. Да, она вот в чероке вот такой. Ой, платьица, Нори. С животиком сделана. Да, манекен с животиком, прикольно. Ну, давай сюда перейдем теперь. Плавно перетекаем мы. Джинсы, да? Ой, в шортике. Эмочка. Вот такие шортики, смотри. Ну, это как для тебя, допустим. Сколько они стоят? 4,75. Ой, какая юпочка из плюша. Марина Луна. Марина Луна. Или Марина Луна. Такая, знаешь, даже не скажешь, что она старая. Она типа такая... Такой материал у нее. Ну, если ее постирать, а тут уже... Да, очень симпатично. Ой, шортики классные. Такие у тебя были, кстати. Да, резонные именно. Ну, это Джесси Пенни. Так. Все, хорошие шорты. Это Мариса с шорты. Почти не ношеные, смотри. Угу. Нулевой. Но это мой как раз размер. Классные шорты. Сколько они? 4,75. О, вот такие классные. Слушай, я сейчас тут приоденусь. У тебя таких нету, да? Да, таких у меня нет. Да, край моба. Пойдем на мой ручной смотреть, потому что девочки же не такие все, как ты. Ну и такие, как я есть, вообще-то. Вот, смотри, какие шортики славненькие. Клеточки. Даже новые, представляете? Вот, 17,99 стоили. А 4,75 стоят сейчас. С этикеточкой вообще ни разу не одеваем. Люди любят тут покупать вещи, чтобы они валялись потом. Люди. Это мы люди или не люди? Не знаю. Кто вы? Вау, какая красота. На свадьбу только одевать. Нет, на свадьбу вот. На свадьбу к кому-то идти. Ну я поняла, с маками. Все-таки нарядно. Или вообще беленькие. Ой, юпочки. Мам, ну ты в порнографию какую-то полезла, убери это, пожалуйста. А вот смотри, какая юпочка. О, симпатичная. Слушай, так она новая тоже. Она бы затянулась вся, если была старая. А вот смотри, какая. Ой, смотри, какая. Девочка, мини-юбка. Мальчики, вот вам мини-юбочки, пожалуйста. Для девочек. Папа в прошлый раз сказал, что в том магазине нет девочек мини-юбочки. О, слушай, дома ходить я в юбке мечтаю просто. Знаешь, это таргет. Это из таргета. Я всегда о такой юбке мечтала, представляешь? Да ты что, ты XS. Обожаю юбки. Твоя несбыточная мечта не сбудется. А почему, может я куплю себе? А почему не взять-то? Я возьму. Зачем она тебе, чтобы валяло... Ну я юбку хочу. Ну нет у меня юбки. Я хочу юбку. Я же девочка. Я не побрезгаю девочке. Я постираю и буду носить. Вот болтушка реально. А что болтушка? То ей надо одно. Купит, поносит чуть-чуть там. Разгладит. Чего мне нельзя юбку купить себе из Гудвилла? Дешманскую. Если бы ты ее носила... Да, я буду ее носить, представляешь себе? И вот такая даже. Может ты вот эту возьмешь? Знаешь... О, это типа что, Томми Хельфигер что ли? Что это за обмотка? Жордачи. О, вам смотри какая. Вообще. Смотри какая юбочка. Ну симпатичная. Как вам, девочки, мне юбочка? Нормально. Реально меня утомляет лазить по шмуткам. Меня тоже, я уже устала. Вот если бы я ходила посмотреть декор, там что-нибудь, какие-нибудь посудки. Вот это мне нравится. Он хоть глаз радует, знаешь. Не говори, ой, какой мишка симпатный. А вот это... Девочки, мама себе штанишки захотела. Вот, видите, совсем новые с этикетками. Да, вот они стоили 54,95. Ну и теперь вот за 4,75 нужно купить вот такие штанишки. Вот если походить и задаться целью, тут можно кучу новых вещей обнаружить. И самое интересное, что здесь... Я заметила, что здесь каждый день выносят новые вещи. Ну, в смысле, привоз у них. Там потому что мы когда стол забирали оттуда, со склада... Если кто внимательно посмотрел, там столько вещей лежит. Там вообще ужас. То есть еще рядом стоял контейнер. Это не контейнер, а с машины, прицеп. И в нем наверняка там полный этот дом. Ну, а что люди отдают одежду? Они не скупятся. Так же, как она у них лежит, так же они и отдают. Вот такие интересные джеггинсы. Вот я, конечно, не говорю, что вот эти именно. Но видно, что они не поношенные, потому что у меня есть... Да, это постерлось. Да, это все стирается. У меня просто есть такие. Они очень удобные, как будто бы их нет. Я их так обожаю. Ну, так они не ношеные. Три икса. Три икса. Три икса. Окей. А вот мы нашли футболочку. Вот, девочки, не поверите, у нее такое качество. Просто обалденное. Доча носит такого качества в футболке. Дома я ношу, да? Ну, они для дома. Качество, говорю, не качество. Они к телу такие приятные. Вот просто обалденные. И в Волмарте она их покупала по 3 доллара. А вот эту футболку вывешали за 4. Даже не по 3, а по доллару и по 50 центов я покупала. А это уже поношенную. Сейчас их нету просто. Да, она почти... Видишь, тут под грудью провисла, видно же. Поношенную уже принесли, и она стоит 4,25. Классно наваривается. Тем более она абсолютно бесплатна. Ну, что бы вы еще хотели посмотреть? Вот такая вот, по-моему, новая вообще как будто. Ну, не новая, но видно, что она мало ношеная. Вот, пожалуйста. Новая водолазочка. Водолазочка. Тоже 4,7. Хочется сказать симпатичная, но потом глянешь на нее. Не очень. Ой, а что это за размер? Вау, размерище. Большой размер. Вот такая водолазка. Тяжеленькая. Ой, что-то у меня рука потянулась к вот этому. Какой красивый. Не сарказничай. Ой, смотрите, люрекс. Люрекс. Последний писк моды. Люрекс сейчас снова в моде. Возьмем... Вся затянутая. Обалдеть. Даже... Такое ощущение, что она с изначального своего размера 3 добавила. Вот так. Вот так что-нибудь. Green soda. Зеленая soda. Бренд называется. Ну, я, конечно, не каждую вещь достаю. Вот, смотри. Crazy horse. Слушай, а это не дешевенькая. Лисква. Так это... Джейси Пеннивская. Смотри, какая она хорошая. Прям незаношенная джинсовка. XL. Слушай, померя. Ну, так для... Ради смеха. Симпатичная джинсовка. Что, малая тебе? Угу. Малая? Да. Вот так-то хорошо так смотрится, правда. Так, девочки, оцените. Мне очень нравится, правда. И цвет приятный. Очень хорошо она тебе. Ну, она мне маленькая. Ну, правда, она классная. Постройнеть надо, девочки. На два размерчика. Подожди, мне Хани Бани звонит. Окей. Чисто. И видно, что она не понушенная. Да, очень хорошая джинсовка. Смотрите, какая прям. И она прям хорошо на тебе смажется, просто она маловатая немного. О, рубашка какая-то, ну, прям вообще пластиковая. А вот это новая футболка. Это тоже с Вомарта. Тоже, наверное, за 2 доллара. Даже с плечиками. С этими. Так, ну, что вам еще показать? Лентоловая такая. Ну, это поношенная. Ну, видно. Мне вот такие кофточки нравятся. Ну, летом вот, в прохладный день раз ходил. И цвет приятный. Как раз вот эту. Девочки, смотрите, какой контейнер я нашла. Абсолютно новый. Видно, что он очень хороший. Стоит 2,50 всего. Кто-то это выбросил, представляете? Это надо нажать и типа вакуум сделать. Я возьму себе такой. На еду что положить? Даже если не нужно. Любительница контейнеров. Перешли мы в другое место. И тут какие-то сапожки. А, по-моему, это детские, да. В Волмарте в прошлом году такие продавались. И они стоили 30 долларов. Ну, вот их поносили немножко. И принесли. Ну, сколько ребенок поносит их? Ну, замарает. И все. 4,25. А вот смотри, какие кроссовочки. Вау, какие модные. Ring side. Почти не ношеные. Это для бега, да? Не знаю. Ring. Не wrong. Running. Так, ну, что-то, на что глаз не падает. А вот абсолютно новые тухли под еще и кожаные. Как шлепанцы. На обувь меня подержали. Никогда глаз не падал. Нет, ну вот, новые, видишь? Извините. Ну, я вижу. Я говорю, ни на что глаз не падает. Мы уже снимали немного. Ой, смотри, какие розовые. Шлепанцы. И ушные, да. Мимишные. Может, кому-то надо. Вот туфли новые. А вот смотри, вот эти тоже туфли на каблуках рядом. Где? Подержи, а, контейнер. Может, нам корзину взять? Да, наверное, много. Наберемся. Что вы? Вот. Анна Кляйн. Смотри. Вау. Дизайнерский. Как будто новые. То ли они, знаешь, если какую-то стельку новую переделали, а тут уже заношенную. Или стелька так не выносилась. Анна Кляйн. Туфли. Представляешь, хорошо носится, наверное, да. А может, что, прошли по асфальту и все. Да, может быть, у меня такие коучи были, знаешь, я один раз прошлась, и они стерлась подошва. Ну, вот, видишь. О, маска. Ну, беги за корзинкой. Девочки, нашли, смотрите, какой пиджачочек. Как будто тут, знаешь, дырки зашили. Ну, вот, видишь, крючком. По-моему, это... Ну, хотя, вроде, приделали. Нет, нет, это сделан в Дану. Ну, похож на самодельный. А, ну, может быть, что всякие мастерицы есть. Ну, я даже не знаю, что можно показать. Тут пиджачок был хорошенький, конечно, но больше мы ничего такого не нашли пока. Ну, знаешь, каждый поход... Один поход и одна хорошая вещь. Подожди, я пытаюсь повесить. Что это, вязаная что-то? Ну, виспок, ковточка. Ой, смотри, какая. Ральф Лорен. Покажите. Какого размера она? Давай поглядим на Ральф Лорен. Эмочка. Она, смотри, какая бело-желтая. Она уже лежала. Ну, а что, выстирать нельзя? Я не люблю белые вещи. Ну, видно же, что она хорошая. Разве не видно это? Согласись. Видно, но может и не отстираться. Ну, не знаю. Мне кажется, можно постараться, если то отстираешь. Ну, это если кто-то захочет. Ну, представь, Ральф Лорен. Да, если кто-то захочет. Нью-Йоркен Компани. Какая-то интересная вещь. О, Аризон, это тоже Джесси Пенни. Покупали. Покупали. Дурдочка я была вообще. Покупали. Ну, это не только фирменная. Ну, это такая же, знаешь. Ну, она М-ка, но тем не менее. Просто так прикинуть. Я не хочу на фирболку. Что, лучше форп снять. И хочу снимать холодно. Ну, смотри, как она смотрится. Ну, вот как она смотрится. Повернись задом. Вот никак как-то. Ну, это накидка. Это типа аксессуар. Ну, я поняла, она да. Лечи замерзли там спина. И накинула летом, и все. Ну, что ты не понимаешь? Не говорю. Что снимаешь-то вообще? Я вообще не модная. Тебя, что еще? Что еще? Что еще? Что еще? Я вообще снимать не умею. Сама смотрю в одну сторону, камера в другую. Вот, смотри, попугай в этом. Попугай, говорю, как это, в рамочке, да. Два доллара. Интересно. А вот синий якур тут поставили. Весь синий, да? Ой, смотри, это креманка. Или как это называется? Молочник. Молочник. Может, мне взять молочник? Я что-то сегодня все хочу купить здесь, в Гудвилле. Первый раз пришла. Фу-фу-фу. Второй раз пришла, уже стол приобрела. Третий раз уже тут одежду примеряю. Все, скоро переезжаю сюда, в Гудвилл. Это тоже Walmart. Ой, это, Джесси Пенни. Джесси Пенни, да. И у тебя нюх. А смотри-ка, водолазка. Не ношеная абсолютно. Может, пару раз даже одетая. Нет, она не одеваемая. Керен Скотт. Не знаю, такой бренд. Хорошая водолазка. У тебя есть телефон? Девочки, глаз потянулся. Я бабушек уже. Ну, видно, что этому 250 лет. Что из тактов 250 лет? Ну, знаешь, 250 лет. Ну, качество материала мне нравится. Пусть она... Ой, какая нежная. Не модная. Я думала, сейчас возьму такая грубая. 100% полиэстер. В Корее сделана. Очень хорошая. Знаешь, кто-то, если швея есть, перешет, вообще просто будет прелестное. Нежное, да? Да, очень. А вот эта рядом с ней стоит, что? И кто ее поставил? Кристи и Джилл. О, Кристофер Джей Бэнкс. Кристофер Бэнкс тоже. Вот джинсовая она. Си Джей Бэнкс. Тоже си Джей Бэнкс. Это пиджачок, типа. О, пиджак. Фу, страшный какой. Грязная. О, с американским флагом, боже мой. Растянутая до невозможности. Ну, все уже. Лиз Клаборда, это Джей Си Пэнкс. Гяб. Смотрите, гяб. Ой, там сзади-то что, посмотри. Какая интересная. Гофре. Знаешь, ну вот женщины... Эксель. Гофре, типа. Ну, не просто же футболка такая, с каким-то красотой. Ой, это типа надеть святого Патрика. Подожди. Ой. Вот что? Ходи. Достала вот это вот тоже с футболмартом. Я что хочу сказать? Может кто подскажет, почему меня так утомляют шмутки? Я тоже хожу и... Реально уже, я просто не могу клею. У меня типа... Нет, не такая... Ну, есть такая... Цвета... Нежная-нижная, не знаю, какой цвет уже, бирюзовая. До того приятная к телу прям. И летом хлопковая. Только не вздумай это взять. Да что ты вздумаешь? Твой взять это. Что бы я брала? У него будет инфаркт миокарда. Если мы это купим, я хотела... Типа как я хочу выкинуть. Ольга Егоровна давала мне первую поездку. Кстати, типа такого же он и сделает. Ножки такие. Угу. Бахош? Угу. Бахош, похож. Вот смотрите, велосипеды. Всего-то они там 18-го или 19-го века. А так-то ничего. Вот какая-то детский велосипед. И сколько он тут? 5 долларов. Фу, какой он весь уже потрепанный. Ну совсем. Как вообще может не один ребенок вырастет? О, какая сумочка у меня. Смотри. Что привлекла ее красота. Да, тебя тянет на красоту. Брукату или бругату. Может сейчас это... Поковыряюсь, может Версачи здесь найду? А вот осенний декор. Пожалуйста. Для рукодельниц. Для диайвайчиков. Типа кто-то, смотри, сделал себе красоту, короче, решил сделать себе. Ну, чтобы сюда фоточки вешать. Ой, я уже сломал. И принесли сюда, да. Ну, ее уже выбросили. А они продают. Ну, как не стыдно такое продавать вообще. Картинка какая. Ну, так-то симпотная. Если место для нее, чтобы было. Главное. Да, и чтобы она подходила к чему-то. Ой, смотри, какие стулья. Вот что ты корзину-то бросила. Иди сюда. Подойди. Вот именно такие стулья, вот такого дизайна. Это называется брукингский дизайн. Продаются в мебельном магазине. И стоят они... Это стулья или кресла? Ну, кресла. Одно кресло стоит... Ой. Господи. Я не знаю, там 600 или 700 долларов. Мама дорогая, девочки, давайте я присяду. Ой, специально для вас. Хоть бы встать потом. Ну, что, так-то удобное же? Очень, слушай. Даже комфортно спину. Я тебе говорю, что оно очень дорогое кресло. Просто оно заношено. Если его перетянуть, то это будет изумительное. И цена у него... 10 долларов. Одного? Ну, да. Надо же. Вообще задаром, считай, да? А там сколько? Не, ну, если задаром, а для того, кто умеет перетянуть. Вот для меня это был бы мусор. А мы перетягиваем... Так как мы умеем перетягивать мебель с Юрой... Да я сама перетягивала и кресло, и все. И стулья. То это, конечно... Это отличное кресло. Прям удобное. Надо же... Оно удобное, оно же видно прям, что на него сядешь, и оно удобное. Да, я даже присяду. Давай. Не побрезгую. О, правда, так удобно вообще. Главное, что форма спины прям удобно расположится. Очень удобно. Ну, вот, девочки, здесь есть книжка почти... Блин. 10 долларов одно кресло. И вот смотрите. А вот диван, например. А диван стоит 5 долларов. Ну, он просиженный просто весь. Ну, он уже весь сломан. И старый. Наташ, вот это, кстати... Сколько стоит вот эта штука? Да, хорошенький. Для детей тут вообще можно вполне их одевать. Все равно растут. Прям все обязательно им дорогущее покупать. Вполне можно ходить и выбирать. Это ты меня сейчас переубеждаешь? Да. Смотри, какая футболка ховбоя. Какая приятная. Вязаная. Ну, навряд ли я что-то покажу, потому что у меня глаза в одну сторону. Понятно. Так и в другую. Ой, жилеточка какая. Мы, короче, что-то везде ходим. Давай отобвинем. Да, везде и везде. Я очень устала. Какая кофточка, мам, смотри. Смотри, какая приятная. С пятнами, правда, но тем не менее приятная. Не для ребенка можно. Говорила, еще не один вырастет. Wild about mommy. Может, Наташа, уже оттуда уйдем? Пойдем туда дальше. Туда, в этот. Пошаримся. Тарелочку нашли. Детскую. Да, для ребенка. 75 центов. А вот это покажи. А вот для мальчика можно. Слушай, а вот это вот какая-то она не пластиковая, по-моему. Пластиковая. Это просто толстый пластик. Такой хороший пластик вообще. 75 центов тоже хорошая. Симпатичная тарелка, да. Для ребенка. Ну, опять же, дети поели там. Ой, хочется новую детям купить. Опять мы. У нас занесло в посуду, потому что нереально стоять с этими шмутками. Они утомляют конкретно. Простите, девочки, если что-то вас заинтересовало, вы нам скажите, мы сходим в такой же отдел, который вы хотите. Ой, силиконовая форма, смотри. Вот уже в прошлый раз лежала здесь. Вот, смотри. И вот. Вообще суперские, правда же? Угу. Я покупала в фикс-прайсе. Сколько они стоят? Такую силиконовую форму. Но она была... Она вообще не держится. Это хоть держится как-то. Ну, вот это же не держится. Или держится? Ну, у меня вот типа такой есть. Ну, это она, видишь, как это? С этим. Вот это бы я не взяла, я думаю. Вот это мне нравится. Ну, смотри, что стряпать. Какой-нибудь кекс, например, с тыквой. Нам зять купил тыкву огромнейшую, девочки. Сегодня я готовила ужин, тыкву с курицей и с сыром в духовке. Ой, в духовке. В этом, на сковороде. Зять мой, короче, похвалил меня, сказал, очень вкусно. Он никогда такого не ел. Да, ему очень понравилось. Что тут еще есть? Такого интересненького. А вот набор посуды. Вот интересно даже, вот наклонюсь прямо, сколько он стоит. Ой, боже, старая женщина. Наговори. Два доллара вот все эти тарелки. Да они, смотри, какие побитые уже. Их только затронь или дунь, они просыпятся. Может быть, просто старые у кого-то стояли. Поэтому. Ой, смотри, с лосем тарелки. А что, прикольные? Только грязные, правда. А вот смотрите, вот такую взять штучку. И ступицу, или как это называется? Ступа маленькая такая, раздавливает что-то. Это ступка, а еще надо. А, еще надо штучку, которая раздавливает. В прошлый раз я ее делала где-то. 50 центов стоит. Что тут есть? А тут наклейки. Виски. Представляешь, даже продают, как будто, знаешь, бумагу. А это что? Клейки заворачивать. Ага, это коробочка. Сколько она стоит? 75 центов. 75 центов. Коробочка. Завернуть. А это что, скатерть? Угу. Ну, это партия. Партия скатерти. Ой, что, мы мешаем, наверное. Да, она сегодня везде за нами ходит. Партия, что мы что-нибудь тут бурнем. Не говори. За нами ходит. Давай, дальше, что там? Корзиночка, сердечко. Смотрите. У, где-ка тарелка? Нью-Йорк-сити. Смотри. На подарок, да? Да. Повешал. Симпатично. Смотри, это живые цветы тут стояли. Вот в этой корзинке. Бесценная. Нету цвета. Вот 20... Смотри. 25 лет свадьбы. Ну, пожалуйста, кому нет. Ну, вот она новая стоит. А что, можно из нее есть вообще-то даже. Ой. Знаешь, студенты, которых нет ни копейки, которые очень бедные, например. Да и вообще люди. Бери, покупай. Прямо буквально можно... Да не то, что бедные, а бережливые, можно сказать. И все только нету. А вот смотри, какая в день свадьбы. 35 лет? Да. Вау. Доллар стоит. Один доллар. Все, один доллар. Я не дошла до этого блюда. Она их перехватила. Вот за 4 блюда. Вот за 4 доллара вот такое блюдо. Смотрите, какое стеклянное. Ну, так ничего. Что-то подать, да? Ну, дай симпатично на стол выставить. Что там еще есть? Дай-ка мы. А вот смотри. Вот, мам, смотри. А вот с Канады. Жанна, привет вам, Канаде. Ниагара. Ниагара. Тарелочка такая. Сколько ее ценит, не знаю. Смотри, какая интересная. Это фруктовница. У нее вот этой не хватает. Видишь, вот здесь вот. А, я думаю, что она такая недоделанная. Ну, у нее вот одной не хватает 3 доллара. Что это такое? Let there be peace on earth. Какие лошадки деревянные. Ты же им сколько лет? А вот эта, Натаха, это для декора на улицу. Ну, да, цветы вешать, да. Вот так вот. Ну, если это, знаешь, девайчиком заняться, побрызгать, что-то сделать. Покрасить, повешать. И цена ее 2,50. Представляете? Дешево и сердито. Очень даже. А вот, смотрите, это тоже для диайвайчика. Смотри, да даже не для диайвайчика, даже вот эту наклейку снятия, она даже такая, типа она. Ну, такая она. Помыл просто и все. Не, ну, я понимаю. И даже не надо красить ничего. А если для девочек, кто диайваем занимается, они бы перекрасили, скорее всего. Белый. А вот еще вот такая штучка есть. Это что, хоккеист? Не знаю. А что мы не говорим, сколько все это стоит? Я сказала 4 доллара. Вот это 1,75. А вот тоже для диайвайчиков. Вот, пожалуйста. Вообще отлично. Можно часики вытащить, кто-то другое вставить. Так, и цена ее 3 доллара. Вот так, девочки. Что вот это такое? Это, наверное, играть во что-то. Во что-то-то. Мяч ловить, наверное, кидать. И тетка какая-то. Может, полезная штучка дам. А вон картинки. Рамочки. Как рамочку можно использовать. А, например, сюда вставить что-то другое. И сколько ее ценит. Давай, смотри. Как вот ее возьмешь-то? Подожди, дай ее гляну. Я не вижу. О, 4 доллара стоит она. А что, нормальная? Хорошая цена. Какая хорошенькая. Вот здесь. Такая нежная девушка. Давай, может, что-нибудь еще интересного лица. Там, вон, пацаны нашли пылесос. Что за пылесос? Ну, наверное, надо убираться, да. А вот куколку, смотри. 50 центов стоит. Ну, кто занимается куколками. Ну, отличная цена вообще. Ну, это вообще диайвайчики. А вот смотри, какая деревянная. Ну, раскрасить. Ой, смотри, какая классная. Раскладывать. Да. Эта штучка 2,50 стоит. Сюда можно бусинки разложить. Вообще суперско. Перегордила этой женщиной. А это атласная? Нет, не атласная. Какая-то линейка. Линейки, смотри. Прям ведро линейок. Что, зачем их столько много? Не знаю. Они тянут. А это что-то поделка какая-то, да, вот это? А, это выкройки. Выкройки на сарафанах. Лекалы. Лекалы, да? А вот что? Не знаю. На платье какое-то. Им уже очень много лет. Девочки, вы не представляете, мне... Я думаю, всем это очень интересно, что тут находится. Но я сейчас утюду. В общем, ждем от вас? Да, ждем заказов. Напишите, куда нам сходить. Да, и что посмотреть. Мы посмотрим и видео сделаем. Я уже не могу. Пойдем, рассчитаемся за эту покупку. Ну что же, всем пока-пока. Да. Всем хорошего в тренинге. Пока-пока. До встречи. До чего вообще. Не зря попрощались. Смотрите, что я нашла. Уселась и просто взглянула. Это Бауэр. Это, видимо, защита для... Господи, для хоккея. Хоккеистов, только для вратарей. О, помнила. Для вратарей 20 долларов стоит. Не вообще суперская. Но она вся... Знаете... Видно, что не порванная, но... Как бы она просто вся запыленная и засаленная, грязная где-то. Валялась, видимо, на крыше очень долгое время. Ну, представляете, 20 долларов.